Здравствуйте, я Наталья Москвитина, мама четверых детей. Это первая в России телевизионная служба спасения от абортов, прямая линия жизни. Когда-то меня саму трижды направляли на аборт, и я стояла перед этим страшным выбором. Я сохранила все свои беременности и стала счастливой мамой. Теперь каждую неделю в прямом эфире я с командой единомышленников помогаю вам сохранить вашу беременность. Мы с вами все 9 месяцев и даже больше. Ну и, конечно, я напоминаю всем вам, что мы на связи всю неделю, не только наш эфир, но и день, и ночь вы можете нам и писать, и звонить. Обязательно будем помогать и психологи, и юристы, и врачи, и священники помогают не только словом, но и делом. Так что не бойтесь к нам обращаться, звонить, писать, обязательно поможем. Обязательно будем искать все меры поддержки, которые можем найти. И даже которые не можем найти, все равно будем с вами рядом просто держать за руку и сопровождать. Потому что самое главное в жизни любой женщины и любого мужчины – это родительство. Так что ничего бояться не надо, мы с вами. Ну что же, мы начинаем наш эфир. С нами сегодня гости нашей программы. Есть гости, которые у нас уже много раз были. Отец Василий Геливан. Да, ну сегодня с нами и Ольга, народная артистка, и Ольга, психолог, и Виталий, юрист. И все сегодня будут брать слово, будут говорить. Важно услышать ваш голос. Важно, чтобы вы к нам написали, вы к нам позвонили, мы услышали и просто были рядом. Давайте я начну эфир. Как всегда, у нас есть хорошая традиция. Я зачитываю письмо, и мы подключаемся. Письмо у нас первое непростое. Добрый вечер, меня зовут Анна. Забеременела в нетрезвом состоянии от женатого мужчины, а у него ВИЧ. Решила скрыть это от него, но потом рассказала и узнала его жена. «Правильно ли я поступила, что родила?» Вот такой вот вопрос, отец Василий. Ну, на самом деле, даже вопрос не совсем стандартный. То есть, я думала, будет вопрос про то, что ВИЧ или еще что-то. Но вот вопрос, правильно ли женщина сделала, что родила этого ребенка? Как бы вы ответили? Ага, ответ здесь очевидный. В любом случае, выбор всегда положительный. И мы свято верим, что зачатие – это акт не только человеческой деятельности. Здесь обязательно есть и Божья воля. Другое дело, что человеческая воля оказалась, ну, как бы это просто сказать, ну, немножко греховная. Может быть, немножко, кто как уж это будет осуждать, но судить мы не имеем права однозначно. И нет никакого смысла друг друга осуждать. Есть смысл поддержать, есть смысл пожалеть, есть смысл постараться, ну, если не понять, то хотя бы во всяком случае, ну, подсказать человеку. А ведь многие люди живут и даже не знают, что можно жить по-другому. Что, оказывается, можно жить в целомудрии, можно жить в любви, в чести. Просто люди невоспитанные. И вот это вот такое невежество, к сожалению, приводит к подобным вещам. Но уж скоро привело, это уж привело, надо постараться извлечь пользу из-за того, что Бог дал. А Бог дал что? Во-первых, ребенок, слава Богу, новая жизнь. Во-вторых, осознание покаяния, потому что, я не знаю, друзья, как вы сейчас прочувствовали в этих словах, но я прямо очень, как священник, кожей прочувствовал глубокое сожаление о том, что все именно так вышло. Каждый человек мечтает о прекрасном. И девушка, конечно, мечтает о том, чтобы вот это священное действие, зачатие произошло с любимым человеком, с мужем. Желайте, чтобы это был благословленный брак и чтобы это было окружено любовью и нежностью. Но, коль скоро этого нет, она очень сожалеет об этом. Я хочу только добавить еще кое-что, вот к этому сожалению, добавить покаяние, искреннее, настоящее, в храме. Когда ты придешь и перед Аналоем с крестом и Евангелием, выскажешь это все и попросишь у батюшки помолись, батюшка, благослови. Я вижу свои конкретные недочеты, что вот так случилось. Я очень хотел бы, чтобы Господь это все изгладил из моей души. И я очень хочу с этим ребенком жизнь прожить, чтобы на нем не отразились мои ошибки. Ребенок, пусть я сама понесу на себе это покаяние, только лишь бы это не коснулось ребенка. Ни в здоровье, ни в его духовном, физическом или интеллектуальном развитии. Пусть он будет счастлив. И мы, конечно, тоже поддерживаем и, конечно, желаем этого. Ой, спасибо большое. Такие слова просто бальзам на душу. Вот я тоже очень прочувствовала, что вы сказали. Я хочу к Ольге Михайловне вопрос такой обратить. Вот пишет нам женщина, да, она, ну как-то вот, ну я подозреваю, что очень сильно переживает, да. Но ведь мы слышим такое количество звонков от женщин, которые прервали беременность, да. И все в их жизни вот шиворот на выворот пошло, да. Как бы вот разуметь, чтобы даже не сомневалась, что все правильно. Потому что бывают такие горькие ошибки. Вы знаете, вот батюшка сказал очень правильно, что ответ тут однозначный. Как мы вот все отнесемся к поступку этой женщины. Однозначно, я думаю, каждый человек на земле поймет, что появление ребенка, это стоит уже всего. Вот что бы там ни было до этого события, что бы ни было. И мне кажется, что очень хорошо, что сейчас вот подобные программы, они дают возможность иногда разобраться неокрепшим, очень неокрепшим душам. Когда я была, допустим, совсем молодая в мои молодые годы, как-то многое другое втемяшивалось нам в голову некой пропагандой. Понимаете, вот считалось, что есть очень много важных вещей, и никоим образом не вот эти ценности. Не то, что там говорили, не надо детей, так не говорили. Но никто никого не призывал к тому, что детей надо, и необходимы, и дети самое большое счастье, и все. Как важна сила, вот внушение. Например, у меня племянник, у них трое детей, они верующие с женой. А материальное положение очень такое слабое, материальное положение. Но он уже, как говорится, наученный, пришедший к вере. Он говорит, Бог, Господь дает ребенка, Господь даст и на ребенка. Известное, да, такое выражение. Но, что самое главное, это реально происходит в жизни. Вот у них трое. Каждый ребенок рождается, и кажется, боже мой, сколько же это будет проблем. Где брать деньги? Он еще не окреп, материально совершенно не окреп. Но все откуда-то берется. Вот это откуда-то. Ольга Михайловна, вот я тоже об этом думаю, потому что у нас, слава богу, шестеро детей. По таким меркам, как вы сейчас сказали, мы вообще не имеем права. Не то, что рожать, мы даже и жениться не имели права. Из-за таких, что у нас очень низкий, так сказать, достаток. Но, вот правильно говорит племянник, Бог даст дитя, даст и на дитя. Я вот думаю, а как это происходит? Вот если постараться увидеть эту анатомию, этот механизм через тетушку, через дядечку. Конечно. Вот конкретно через вас, через еще как. Бог через людей. Да, Бог через людей. Я счастлива, что я в этой цепочке тоже существую в помощи этим деткам. Но дом-то вырастает, они сами его строят. Дом вырастает, и он, главное, наполнен детскими голосами. Ольга Михайловна, сейчас вас обрадую. Вы еще в нашу цепочку теперь включились, но с телезрителем им надо помогать. Так что да, у нас такая цепочка добрых дел. У нас есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Екатерина. Очень приятно, мы слушаем вас. Мне тоже. Понимаете, такое дело, у меня есть подруга школьная, мы с ней очень давно знакомы. И дело в том, что не так давно она сделала аборт, и я не смогла ее отговорить. К сожалению, у нас с ней очень сильно расходится мировоззрение. И я себя до сих пор виню, потому что я могла как-то на это повлиять, а все равно не нашла я каких-то нужных слов, что ли. Может быть, я слишком сильно давила, не знаю. Вот, чтобы вы могли посоветовать, как с этим справиться и как стоило вообще это подойти. Да, как жить с этим? Да, 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 хороший вопрос, правда. Правда, действительно, это тяготит тех, кто даже не делал аборт. Ну, как бы сопричастен человек, да, пытался отговорить, а не получилось. Ольга, как с этим жить? Ну, я думаю, что все-таки нужно понимать, что другой человек обладает своей волей и вправе поступать со своей жизнью так, как он считает нужным. Даже если вы понимаете и знаете, что это неправильно, да, и вот вы сделали все, что вы смогли по максимуму, да, то есть вы отговаривали, переубеждали, может быть, еще, там, рекомендовали психологов, но человек все-таки сам выбрал. И ему придется самому столкнуться с последствиями того, что он сделал. И, возможно, в дальнейшем, когда она придет с раскаянием, с проблемой, с тем, что она не может забеременеть, либо еще какие-то другие проблемы у нее душевные, психологические, вы сможете оказать ей эту помощь. Вы очень тонко заметили, вещь, на самом деле, не только практичная, но и явление именно богословское. Господь, Творец, даровал нам и душу бессмертную, тело, и свободу воли. Вот тоже задумаемся иногда, почему так? Что враг рода человеческого, он вторгается в душу, в сознание, без всякого спроса, без церемония, как бы написано, реклама, прямо мозг. Бог никогда так не поступает. Бог говорит, чадо, отдай мне твое сердце. Бог хочет добровольных, не так же, как говорят, ни вольник, ни богомольник, именно добровольное, послушание его воли. А что такое послушание Божьей воли? И тут же думаю, а как, ведь у меня есть своя воля, да? Пусть она исковерканная, неправильно, но она моя, и ее даже Бог не нарушает. А вам оказывается, согласно святым отцам, самое главное, это научиться унифицировать свою волю с божественной. Когда говоришь, да будет воля твоя, это означает, пусть я пожелаю того, что мне полезно для спасения. Ты хорошо знаешь об этом. Пусть я пожелаю этого. Вот смотрите, у нас сегодня два вопроса, да? Первый вопрос, он, мне кажется, более оптимистичный, потому что как бы ни было сложно в этой девушке, какие бы грехи она не совершала. Знаете, грех, буквально это означает промах мимо цели. Вот как лучник берет, стелется и стреляет, и он промахнулся. Вот так и здесь, мы призваны ко спасению, но в данном случае мы так промахнулись. Вот мы с вами говорим, в общем-то, все время про дно. Каждый понедельник собираемся и говорим, что важно рожать. Но вот как не промахнуться и нам? Ведь многие из людей, которые тут присутствуют, они как-то в общественной жизни принимают участие. Вот как правильно сформулировать свое целеполагание? Да, вот что сейчас, Виталий, происходит в общественной жизни? Какие инициативы продвигаются, которые вот четко намечены на цель снижения абортов? Ну, прежде всего, уже на протяжении последних 20-30 лет остро стоит вопрос, связанный с выведением абортов и системы обязательного медицинского страхования. Я вот недавно перелистывал стенограммы заседания Государственной Думы, практически 20 лет назад, это было в 2004 году, где обсуждалась инициатива депутата Чуева Александра Викторовича, который уже тогда предлагал это сделать. Это очень смелый государственный шаг. А как его тогда восприняли? Он не популярный был. Его восприняли очень остро, очень остро, и что вызывает определенное удивление, не поддержали даже представителей медицины, которые императивно сказали законопроект не поддерживать. Мотивирует это чем? Якобы то, что завинчивание гаек приведет к якобы нелегальным абортариям. Другой вопрос, что подразумевается под нелегальными абортариями. У нас в определенной мере сейчас они запрещены на уровне 123 статьи Уголовного кодекса. То есть это незаконное производство абортов, и очень жаль, что это слово исключили. А что произойдет, если сделали такой незаконный аборт? Что будет с директорами? Теми людьми, которые не имеют медицинского образования. А, только, а если... Имеют медицинский образование. Да, имеют, но это подпольные абортариев. Вот именно, что как раз по поводу подпольных абортариев и не сказано ничего. То есть мы в Российской Федерации легализовали на государственном уровне через Уголовный кодекс фактически произведение абортов, исключив оттуда медицинского работника. Как звучала 116 статья Уголовного кодекса 1960 года? Незаконное производство абортов она звучала. И в первой части было написано, что незаконное производство абортов врачами. И только потом вторая квалифицирующая статья была посвящена лицам, не имеющим медицинского образования. После того, как в 1996 году был разработан новый Уголовный кодекс, уступил силу в январе 1997 года, врачи исчезли. То есть таким образом мы легализовали аборт. То есть кажется, что ментальность меняется в лучшую сторону, а получается в 90-е получилось... Получается либерализация, так называемая, о которой как раз в 2004 году, на которой акцентировал внимание депутат Чуев и сказал, что нужно вернуть эту историческую несправедливость и полностью исключить аборты из системы ОМС. Потому что эти денежные средства, которые мы сейчас фактически спонсируем, аборты, мы бы могли направить на помощь многодетным силам. Это еще вторая сторона. Уже 1933 год, когда в съезде народных депутатов была озвучена инициатива принятия общероссийского закона о поддержке многодетных семей. Значит, малоимущим семьям, детям семьями инвалидами. Получается, что этих денег в бюджете нет, как тогда утверждали депутаты некоторые. А на аборт и есть. То есть весьма интересная ситуация. Тогда как в наших недружественных странах, таких как Польша, Венгрия, на конституционном уровне запрещены аборты. То есть запрет абортов и сбережение жизни является конституционно-правовой ценностью. То, что сейчас мы, к сожалению, стыдливо на уровне конституционной комиссии конституционного совещания в 1993 году не прописали. Равно как и значение многодетных семей. А с 90-го года до нынешний момент все-таки какая-то положительная динамика есть? Все-таки прошло это сколько лет? Положительная динамика есть, слава богу, в свете того, что буквально недавно был еще раз фактически перезапущен этот проект федерального закона об исключении абортов и системы ОМС. Нашлись опять те люди, которые, депутаты, которые противодействуют этой идее. Но отрадно то, что президент Российской Федерации и наши спикеры Государственной Думы и Валентина Ивановна Матвиенко, они все озвучили одну идеологему, что действительно сберегать жизнь можно только путем запрета тех разрушительных идеологем, которые влияют на продолжение жизни. А можно я задам личный вопрос? Вы такие слова говорите, знаете, умные. Вот по ту сторону экрана сидят женщины, которые думают, вот пойти завтра на аборт или нет. Вот скажите, Виталий, а у вас была такая история в жизни, что вы какую-то конкретную женщину или семью от аборта отговорили? У меня была косвенная ситуация в жизни, но я это объяснил обычной простой жизненной позицией, что вот представь, ты отказываешься от ребенка, а как бы твои родители от тебя отказались? Ведь ты же сейчас существуешь, живешь, ты же сейчас радуешься, пользуешься всеми благами жизни. У тебя семья, у тебя любящий муж, у тебя вот ребенок, да, соответственно, плод вашей любви, любви во Христе, ведь это Богом данная нам ценность. Как вот относились бы родители к тебе, а как бы бабушки относились бы к твоим родителям? Сохранила? Сохранила? Сохранила. А сколько лет уже? Прабабушки. Уже лет 10. Ой, спасибо большое. Золотые слова. Просто вообще все люди, которые выступают за аборт, они, как ни странно, когда-то родились, и теперь вот эти слова говорят. А другие, которые не имеют права голоса и находятся в утробе, наши дети, они сказать не могут. Ну что же, мы не выступим в их защиту, конечно, мы будем помогать рождаться детям. Небольшая пауза, давайте об этом подумаем. Не переключайтесь. Ну что же, мы продолжаем. Это прямой эфир, программа «Прямая линия жизни» на телеканале «Спас». Мы помогаем вам сохранить вашего ребенка, чтобы вы были счастливы, чтобы вы были супермамой или суперпапой, ну или, в конце концов, бабушкой, дедушкой. Нам нужны такие люди в нашей стране, и я знаю, что вы станете сильнее через рождение либо ребенка, либо внука, так что бояться ничего не надо. Но часто причиной аборта становится как раз страх родить ребенка с патологией, или опасение не справиться с беременностью, если у самой женщины есть проблемы со здоровьем. Но те диагнозы, которые раньше были с материнством трудно совместимы, сейчас совсем не мешают беременности и родам. Но, конечно, в таких случаях вести беременность надо под пристальным вниманием профильных врачей и акушеров-гинеколога. Давайте посмотрим с вами наш материал. У нас есть уже накоплен опыт ведения более тысячи женщин с онкологическими заболеваниями, с трансплантированными органами. То есть, действительно, эти женщины раньше, они, да, для них это был приговор, им не рекомендовали настойчивую беременность. Сейчас, пройдя лечение, получив разрешение от профильного специалиста, ну, если это онкологическое заболевание, это от онколога, такие женщины вступают в беременность и вынашат абсолютно здоровых детей. Врач-аккушер-гинеколог всегда стоит на страже здоровья и будущего ребенка. Врач-аккушер-гинеколога два пациента. Два пациента, и каждая жизнь каждого дорога. Их нельзя как-то перевзвесить, пересравнить. Это две жизни, за которые врач-аккушер-гинеколог борется. Борется вместе с нейонатологом. Есть такие перинатальные консилиумы, куда приходят женщины с тяжелыми заболеваниями, состояниями, вот именно в такой спорной очень ситуации, с высокими рисками. И собирается большая комиссия из профильных специалистов, всех необходимых. Туда может сходить до 10 специалистов различного профиля. И вот так консенсус решает, чем можно помочь этой пациентке, чтобы сохранить беременность и родить здорового ребенка. Эти детские заболевания внутриутробные есть. Но сейчас медицина такова, что вот эта вот фитальная медицина, такое есть понятие, она очень продвигается. Лечение ребенка внутриутробно. То есть у нас ребенок как пациент. И фитальная хирургия, которая позволяет при некоторых заболеваниях очень быстро развивающуюся область, при тяжелых пороках, таких как спинобифида, это расщепление позвоночника, диафрагмальная грыжа, различные синдромы иммунозиготных близнецов, когда без этих вмешательств жизнь ребенка, в общем-то, спасти не удастся. И вот эта вот область фитальной хирургии, она позволяет помочь спасти жизнь этим детям. Сейчас со многими заболеваниями тяжелыми, с которыми еще, ну даже не 50, а 10-20 лет назад возникал вопрос о сохранении беременности, сейчас возможно сохранение беременности благодаря развитию нашей медицины, нашей науки. Это женщины с патологией почек, с тяжелыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с заболеваниями нервной системы, то есть с хроническими различными заболеваниями, ревматическими, системной красной волчанкой, ревматоидным артритом. И исходовать беременность, в общем-то, благоприятные, родятся здоровые дети. Женщины изменился, в общем-то, репродуктивное поведение у женщин и мужчин, стали рожать детей позже. Сейчас средний возраст рождения первого ребенка приближается к 30 годам. И вот я хотела немножко бы нашим слушателям рассказать об этой проблеме. Все дело в том, что возраст, как женский, так и мужской, является краеугольным камнем успехов в репродуктивной медицине, вообще репродуктивных успехов. Ну, приведу простые цифры, с цифрами не поспоришь. Уже после 30 лет способность зачатия у женщины снижается в два раза. Примерно на 5% в год жизни женщины. И после 40 лет уже фактически стремится к нулю. Есть такие данные, что за 10 лет до менопаузы женщина уже не способна забеременеть. А менопауза может наступить в 40 лет. То есть 30 лет молодая, красивая женщина, которая может выглядеть и на 20, и на 25, а беременность не получается. У мужчины тоже проблемы есть, и уже после 35 лет часто отмечается ухудшение параметров спирограммы. Поэтому мы нашим пациентам говорим, что если есть возможность такая, потому что, конечно, есть разные жизненные обстоятельства, стараться родить детей вовремя. В общем, откладывать беременность не стоит. Чем раньше родить, тем лучше. Я вот сама родила первых троих детей до 25 лет. И сейчас просто безмерно этому счастлива. Так что хочу тоже вам передать этот хороший такой совет. А можно из личного опыта скажу? Да, давайте. Вот сейчас звучит, что самое главное препятствие и сложность – это как раз возраст. Есть разные диагнозы, да? Но самая большая проблема – это возраст. Конечно, мы понимаем, что вообще всякое зачатие – это чудо. Бог, который из ничего сотворил жизнь. И чудо рождения, чудо новой жизни, оно вдохновляет на то, чтобы оказать солидарность. Ты видишь, что да, эти люди добрые, люди благочестивые. Единственное, что Господь им попустил быть бедными. Почему Господь так поступил? Вы задумывались об этом? Зачем Бог тому дал, а этому не дал? Затем, чтобы мы с вами имели возможность проявить любовь и помочь. Для нас сложилась эта ситуация. Ольга Михайловна, согласна? Действительно. Вот в молодые годы люди на все обращают внимание, их все пугает. Но вот для этого и существуют, наверное, умные люди, которые доносят. Вот сейчас все-таки очень много делается. Я замечаю, что реально в жизни принимаются законы. Но еще и как-то отовсюду звучит какая-то... Это не пропаганда, я не знаю даже, каким словом назвать. Но все люди говорят эту истину, что только рожать, только рожать. Вот вы сейчас про себя рассказываете. Я уверена, что на многих это подействует. У меня роль такая есть. Я играю Филумена Мартурана. Это итальянская пьеса, классика итальянская. Там женщина во главе пьесы. Она с очень трудной судьбой. И родила детей вот просто без всяких условий. Воровала просто у своего возлюбленного деньги. И, наконец, они воспитались. И трое взрослых красавцев приходят к нему. Он сначала отказывается, что это, какие-то подпольные дети. Слышать об этом не хочет. И заканчивается тем, что эта женщина осчастливила всех. Вот так, родив совершенно не там, где надо. Не имея для этого ни малейших условий. Пройдя весь этот путь становления своих детей. Она потом... И знаете, такое счастье в конце, слезы, Когда трое людей, взрослых, называют этого мужчину, Ее возлюбленного, называют папой. И вот он уже в возрасте, он слышит это слово. Папа. И начинаются слезы и на сцене, и в зале. И понимаете, сколько ко мне девушек приходят и говорят, Ой, я что-то думала. Вот мне страшно. Надо рожать, не надо рожать. Как будто бы даже спектакль. Я так радуюсь. Я сама чуть не плачу и думаю, Наверное, вот мне тоже Господь дал такую миссию, Что я кому-то могу помочь принять правильное решение. Потому что в моей жизни мне никто не помог принять правильное решение. Это было... Ну что делать? Не будем об этом. Не будем о грустном. Но то, что мне вот дано сейчас даже ролью этой, Могло у меня этой роли не быть. А она есть. Что бы вы могли сказать этим женщинам, Которые сидят и сомневаются, боятся? Вообще, я сейчас так, пройдя такой большой путь жизненный и все, И размышляя много, я считала бы, вообще ничего не имеет значения. Нездоровье. Как сказала доктор, замечательно, что даже вот больные, Какими-то женщины больные, болезнями какими-то, Неизлечимыми, рождают здоровых детей. И всякое случается. Бывают очень драматические вещи. Когда мать, допустим, на моем жизненном пути встретилась такая история, Что женщина умерла, ушла из жизни, родив двойню. Только родила. Актриса прекрасная и все. Только родила двойню здоровых двух мальчиков. И сама в 33 года покинула этот мир. Это страшная история. Но все равно, как подумаешь, она вот болела уже на самом последнем этапе. И она говорила, если бы ей сказали, допустим, вернуться в точку изначальную, Отказалась ли бы она от этих детей? Вы можете себе представить, даже больно говорить, ценой своей жизни. Она говорила, что она этот путь прошла бы снова. Только бы родились эти два младенца. Какая история. Это святая женщина. Это святая. И воспитывали потом этих маленьких малюток. Не папа там, нет. Воспитывала ее мама, ее сестра. Они восцерковленные люди. Я их знаю, вижу. Это потрясающая история. Но самое главное, что она, опознав материнство, она сказала, она бы прошла снова весь путь. Лишилась бы жизни, но дала бы жизнь этим двум младенцам. Ну, по-моему, ответ на все вопросы. Просто сразу. Это пример христианской любви, где в основе лежит жертвенность. Надо положить душу свою за других. А что такое аборт? Это когда ты себя ставишь на первое место и жертвуешь своим каким-то удовольствием, приносишь в жертву своих детей. Знаете, не себя в жертву, а все наоборот. Ольга, вы очень много общаетесь с женщинами, которые сомневаются, которые, вопреки самым разным драмам, берут и сохраняют. Расскажите тоже какую-то историю, которая вас потрясла, которой вы возвращаетесь через годы. Ну, самая потрясающая история из всех, это была, конечно же, работа с женщиной, которая на восьмом месяце беременности приехала в Москву делать аборт. Да, это, то есть, была у нас такая ситуация. Она позвонила ночью. Я была уже не первая психолог, с которой она общалась. Мы проговорили там несколько часов с ней. Да, с темноты до света я ее довела. Вот. История закончилась хорошо. Женщина все-таки родила, родила прямо там и оставила дочку себе. То есть, да, вот такая ситуация была. А можно вот немного приоткрыть завесу тайны, без имен, там, без всего? Почему же такой страшный поступок? Ведь это даже не аборт, да, это роды преждевременные, когда рождается ребенок, он живой, он уже имеет нормальный вес, и его убивают. Это противозаконно, это, наверное, даже уголовный кодекс, да. Почему человек на это решился? Ну, без осуждения, тем более, что мы знаем, что все закончилось хорошо. Хорошо. Но ситуация была такая, что это был небрачный ребенок, во-первых, да. И человек сомневался, человек не мог ни с кем поделиться своей историей, своей ситуацией, не обращался к психологам в тот момент именно, да, пока вот нарастало внутреннее напряжение. И в какой-то момент вот избавление показалось ей единственным выходом. Да, и в этот момент, вот, как сознание сужается, человек видит только вот это, только такой выход, а никаких других. И вот расшатать вот эту установку, чтобы не пойти и не сделать, ну, это дорогого стоит, я считаю. А потом, что она сказала? Потом она благодарила, что не совершила такое спасибо. Опять к разговору о свободе, да? Иногда вот богословы размышляют, а почему, например, человек должен вот так рождаться, там, 9 месяцев? Ну, если абстрагироваться от физиологической последовательности развития ребенка в утробе матери, ну, творец мог бы и по-другому. Ну, творец дал нам 9 месяцев чревоношения для того, чтобы родители сформировались. Хорошо, что вы полюбили друг друга, хорошо, что вы полоскали друг друга, а теперь 9 месяцев для размышления и подготовки. И тут, конечно, нужна помощь. Да, сейчас психология, это замечательно, что есть такая возможность. Вот когда-то этого не было. Да и не все могут прийти к психологу сегодня. Вот первый, кто здесь рядом, это родные люди, там, муж или там, любимый человек, как хотите его называть, но он отец ребенка, мама родная, которая ему, и сразу ей скажет, рожаем, принимаем, наш родной, нашим полку прибыло и прочее. А вместо этого что? Ну что, мы будем рожать или что? Вот вместо вот этих важных, даже я бы сказал, сакральных слов, он наш, и слава Богу, что он пришел. Понимаете, вот это 9 месяцев, это для того, чтобы прошел этот тест на готовность, и психологическую в том числе, и материальную, если хотите. Вот в Бразилии, в Бразилии роженица принимает однажды всех гостей своих. Вот у нее там осталось, не знаю, сколько месяц еще она родит. У нашей матушки три раза было так, когда мы жили в Бразилии. К нам приходили друзья в гости, певчи, прихожане, и приносили там, что нужно для родов и для первых месяцев. И знаете, в центре стола был торт, знаете из чего? Из подгузников, да. Такие вот сначала большой ряд, потом поменьше, ленточки завязаны красиво. Это был праздничный торт. И этот праздник назывался Ша-Ду-Бе-Бе, или нет, там, душ или дождик детский. Ша-Ду-Бе-Бе. Ну, красивое название, поэтичное, но смысл в том, чтобы оказать и материальную, но главное, вот такую эмоциональную поддержку, чтобы ты не сомневалась, ты правильно делаешь. Да, да, да. Это очень важно, потому что когда ко мне обращаются женщины, да, первое, что я делаю, когда узнаю, что они беременны, я говорю, поздравляю, вы будете мамой. Да, поэтому... И это очень ценно. И женщины чувствуют, что они не одни уже, потому что зачастую ни мама, ни муж, ни подруги не поддерживают. А ради вот этого еще непознанного счастья родительства, того, который через 9 месяцев найдет, и которое пока сокрыто, ради того, чтобы познать его, стоит и самоограничение сделать, да, самопожертвование, что вообще из-за сердцевины христианской любви, ибо нет больше любви, как если кто душу свою положит за други свою. Вот ради этого всего еще пока непознанного стоит сейчас уже довериться Богу и пойти по этому пути. 9 месяцев? Для того, чтобы это были 9 месяцев счастья и любви. Вот надо насладиться этим. Женщина должна прочувствовать момент, когда она рожает, она все-таки 9 месяцев вынашивала. 9 месяцев и трудности, и пройти через роды – это тоже испытание. Но когда ты уже берешь его на руки, ты понимаешь, что это такая драгоценность, да, мама готова, не знаю, ну, простите, загрызть, наверное, за своего ребенка, потому что, ну, ничего дороже у нее нет. Это правильная установка. В конце концов, ребенком благословляет Господь. Поэтому, ну, какой тут страх, друзья, у нас столько силы, мы справимся, конечно. У нас несколько минут паузы, чтобы подумать, поцеловать своих детей и решиться на нового ребенка. Почему бы нет? И снова «Прямая линия жизни» – это первая в мире программа, которая спасает от абортов, помогает вам стать счастливыми родителями. Мы всегда говорим, ничего бояться не надо, и мы знаем, к нам поступают и звонки, и письма, где вы рассказываете, как вы благодаря программе сохранили собственного ребенка. Мы слышим, как на заднем плане ваши детишки гулят или кричат, или еще что-то. Это приносит такое счастье. Так что, пожалуйста, звоните к нам или напишите, мы сами вам перезвоним. Мы все-таки тоже хотим вдохновляться и знать, что за программой стоят рожденные дети. Я прочитаю следующее письмо. Врачи в ЭКО-клиниках на первом приеме не рассказывают, что ожидает женщина во время ЭКО. Не про то, что надо получить минимум 9 яйцеклеток. В том числе зачастую и донорских. Об этом женщина узнает только, когда ей дают на руки почитать договор. Не говоря, что потом надо несколько эмбрионов создать и заморозить. Что надо все эмбрионы протестировать на генетические хромосомные поломки. Это примерно 60 тысяч рублей за первый эмбрион и по 25 тысяч за каждый последующий. Врачи не говорят, что доноров не проверяют наносительство генетических заболеваний. Не говорят, что на первом приеме и о том, что если подсадят несколько эмбрионов, прижиться может несколько. И женщине предложат оставить только одного, а остальных прижившихся умертвить. Не рассказывают о способе умерщвления и о том, что оставшиеся в живых будут окружены рассасывающимися мертвецами. И что если риск из-за этого потерять и его. Женщине просто говорят, вы хотите детей? Мы умеем делать ЭКО. В договоре на ЭКО прописывают, что клиника не несет ответственность за здоровье ЭКО детей. Также в договоре написано, что до сих пор нет научных данных о влиянии заморозки половых клеток и эмбрионов на здоровье будущего человека. Господи, какое письмо! Я просто счастлива, что это написали. И наконец человек, который сам с этим столкнулся, он недоволен этим всем процессом, таким вызовом современного общества и предупреждает всех нас, что так делать не надо. Я напомню, что наша программа 4 года назад началась с того, что к нам написала женщина, которая забеременела в результате ЭКО. Ей было 39 лет. Она была беременна двойней. Но еще 6 эмбрионов у нее было заморожено. Она звонила и плакала. И говорила, что да, эту двойню я рожу. Но смогу ли я родить всех остальных детей в силу возраста? Это вопрос без ответа. Или скорее даже с отрицательным ответом. Что делать, говорила она нам. Батюшка, помогите. Потому что это страшный грех. Вот, в общем, одна коммерция. Я читаю письмо и понимаю. Коммерция. Больше ничего. Какая этика? Кто с этими женщинами разговаривает? Принесите денежки. Как это у Корнея-Чуковского. А за обедом я ваших детушек скушаю. Кажется, так это говорится. Отец Василий. Но это большая этическая проблема. Большая моральная проблема. Загоняют женщину в ловушку. Хотят женщины иметь детей. Ну, это как бы нормально от природы. Но если она не может родить. Где-то она уже, знаете, отчаялась. Она не знает, что можно в церковь пойти. И вот тут раз и ее ловят. Принеси нам деньги. Мы тебе обещаем детей. А часть детей мы убьем. Она не только об этом не знает. Она и вот вряд ли слышала раньше все эти слова, которые сейчас зачитала в этом письме. Действительно, лукавство присутствует. В том числе и для того, чтобы приобрести клиента. Но я смотрю поглубже. Почему вообще стало возможным такое? В результате богообступничества. Отступничества. Когда в послании к римлянам, в первой главе мы читаем, мы видим, как святой апостол рассказывает, что люди перестали чтить Бога. И в результате Бог отошел от них. Но в результате того, что они без Бога, они потеряли рассудок. Эти же вещи совершенно безумие. Слушаешь и поражаешься. Это какие должны быть страсти, чтобы привести вот к такой кульминации? Страсть гордыни, безусловно. Конечно, стать наравне с Творцом. Я человек, я могу. На самом деле не можешь. Но обманываешь себя, льстишь себе, что ты можешь. И таких дров наломаешь. И в жизни человека, и в голове у него, и в душе у него дров наломаешь, что трудно потом будет лечить этого человека. И душевно, и психически, и даже физически. И здоровье испортишь у этой женщины. Но гордыня. Потом вот это отчаяние. Оно ведь только у безбожника. Если ты верующий, у тебя всегда есть упование на Богу, помощь. Ты всегда видишь, что Бог промыслитель действует в твоей душе, в твоей жизни. Дал тебе дитя, дал на дитя. Не дал. Хорошо, раскрывайся. Потому что мир полон людей, которым нужна твоя помощь. И если Бог не дал тебе физического ребенка, ты станешь отцом духовным. Отцом для не одного двух, а десяти двух или даже больше. Сколько мы знаем таких примеров, когда человек бездетный или на войне у человека погибли родные, а она или он стал настоящим отцом или матерью для своих школьных воспитанников. И потом они всю жизнь пронесли любовь к нему, как к родному отцу или к родной матери. И это только педагогика. Сколько сфер развития и деятельности. Приложить твою неизраю, неистраченную любовь. У отца Дмитрия дочка всего одна была. А сколько было у дочеренных и у сыновленных сотни, просто тысячи. И они молятся за него. Он им стал родным отцом. Не физически родным, а духовно родным. В общем так, здесь есть... Но почему это стало возможным? Потому что он упывает на Бога. Боже, тогда у меня одного ребенка физического, но у меня столько любви, что я ее отдам другим детям. А Виталий, ну вот эти женщины, все мы как бы. Я, мы, вот эта женщина фактически. Я такая же сомневающаяся, такая же трусиха порой. Вот я в те свои моменты смогла. Но мне было очень сложно. Только вера в Бога меня вытащила. Я помню, как я достала молитвослов и села в коридоре. Врач направляла на аборт. И она говорит, сердце не бьется в 6 недель. У меня в сумке был молитвослов. Я села на скамеечку, такую низенькую, и стала молиться. Врач выходит, говорит, иди на аборт. А я говорю, вы дверь закрываете, идите домой, у вас смена закончилась. Утром откроете, я вас тут подожду. Это была, конечно, провокация. Но я понимала, что против моего ребенка, который там, не пойдешь. Я отстояла. Имеет ли право женщина, ну такая сомневающаяся, которая пошла на ЭКО, знать, что ее ожидает? Почему ее предупреждают в самый последний момент, когда уже назад хода нет? Когда она принесла там эти, не знаю, 100 тысяч и хочет как бы купить своего будущего ребенка. Там сложно отказаться. Это же просто неэтично, вставить ее перед этим выбором. Почему раньше ей это не говорят? До 2010 года, если мне не изменит память, у нас вообще не было как таковой установленной методики по тому же экстракорпоральному оплодотворению. Ко мне обращалась девушка с вопросом, а как вообще это сделать можно? То есть у нее произошел случай, она не смогла зачать. Посмотрев подзаконные ведомства на акты Минздрава, ничего не по этому поводу сказать нельзя было. То есть это лоскутное правотворчество, я это называю, только в комплексном толковании можно было вообще разъяснить, что это такое. Потом в 2010-2011 году Минздрав дал все-таки некий порядок проведения этой процедуры, этого медицинского вмешательства. Но опять-таки, дав этот порядок, мы не прописали эти фактически услуги, это же услуга в гражданском кодексе. Мы ничего не можем понять, где нам ознакомиться с условиями проведения этой операции, этих услуг. И нас ставят в известность исключительно путем посещения врача, лечащего, и ознакомления с условиями договора непосредственно перед подписанием. А кто его читает? Но ведь на договор, этимология слова договор, мы должны договориться до тех пор, пока одна сторона его воли не будет сообразна с волей другой стороны. То есть если что-то стороне не понравится, то есть так называемые существенные условия договора, договор будет признан незаключенным. Так, завет с Богом. Нет, 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 вот даже... Думчивый завет, а здесь человек в таком национальном состоянии, и он доверяет. Вроде бы есть конклюдентные действия, то есть это намерение лица, да, но намерение-то не есть «я хочу». Человек может в последний момент осознать, остановиться, задать с вопросом «что же я делаю, что же я творю?». Вот это вот очень важный момент. Я бы тут остановилась, потому что всё-таки я вот всегда выступаю за рождение детей. И я понимаю женщину, которая говорит «я хочу», но тут важно внутри какой-то вот стоп иметь, знаете, совесть, да? Она всегда подсказывает. Нельзя хотеть ребёнка любым путём, понимаете? Любым. Когда другие сливаются и уничтожаются, так делать нельзя. Просто наш голос совести подсказывает. Поэтому вот так вот делать нельзя. Но если вдруг вы не можете родить ребёнка, вы всегда можете усыновить. Если у вас позволяют возможности, вы можете взять под опеку целый детский дом, например. Как и сделал, например, отец Дмитрий Смирнов. Но у нас пауза, такая стандартная пауза, чтобы мы могли просто переварить всю эту информацию, подумать, и дальше начать помогать и принимать ваши звонки. Ну что же, это «Прямая линия жизни». Мы снова с вами. Мы помогаем вам сохранить вашу беременность, чтобы вы были счастливы, чтобы вы ничего не боялись, чтобы вы взяли на руки своего ребёнка и услышали через один год, как он вам говорит «мама» или «папа», или «бабушка», или «дедушка». Зная, что это стопроцентное счастье. Сейчас я предлагаю нам с вами переместиться в Подмосковную Коломну и услышать историю священника Павла Чеснокова про то, как он боролся за своих детей. В семье священника Павла Чеснокова из Подмосковной Коломны семеро детей. В день нашей съёмки собрать всех семерых не получилось, но батюшка поделился радостной новостью и рассказом о том, как непросто давало счастье родительство, и как буквально за каждого ребёнка шла настоящая битва. Самый яркий такой эпизод – это первая беременность. Дело в том, что когда я женился, моей супруге было 18 лет, а мне было 22. Она совсем юная, и у неё первая беременность очень тяжело протекала. Она несколько раз попадала в больницы, вот и угрозы были, и всегда. И ей говорили, давай сделай аборт, ты такая молодая, да куда тебе, зачем? Ну вот как-то я об этом изначально не знал, но когда мне супруга рассказывали, мне это было дикостью, потому что она, во-первых, замужняя женщина уже, хоть и совсем юная. И почему медики позволяют себе какие-то такие, не то чтобы даже советы, они настаивают, говорят, ну куда, ну давай, зачем тебе это надо? То есть пытаются даже уговорить. И очень тяжело, наверное, юной девушке побороть вот этот натиск, этот напор со стороны медиков. Но опять же мы выстояли, с Божьей помощью справились. Отец Павел, как священник, который принимает исповеди, знает, насколько часто женщины каются в том, что когда-то смолодушничали и прервали маленькую жизнь. Какими горькими бывают слезы раскаяния, и насколько грех аборта страшен, а последствия необратимы. Ну, во-первых, дети – это благословение Божие. Ребенок, когда появляется, это не только ведь решение родителей, а ведь в первую очередь это решает Господь, кому дать ребенка, а кому нет. И поэтому не нужно никогда задумываться о том, сколько должно быть детей. Господь решит, сколько. Вот если Господу угодно, что вот у меня на данный момент 7 детей, это решение не только мое, это благословение Божие. Отец Павел говорит, что его семья не роскошествует, но все необходимое есть, и за все – благодарность Богу. Есть у меня один знакомый мальчик, он ко мне подходит и спрашивает, ну, что у вас нового есть, вы что-нибудь новое купили? Вот у меня PlayStation есть новый. Я говорю, у меня вот, мол, лучше новый есть, Георгий. Вот он в прошлом году родился, в этом году ему уже годик исполнился. Говорит, смотри, у него есть старший брат, брат его старше, но больше, чем на 15 лет. И получается, у него есть все, вот он один. Отец Павел и проповедями, и своим личным примером старается показать удивительную красоту жизни в большой семье и считает это высшей и неизменной ценностью. Вот Господь нам говорит, где будет сердце ваше, там будет и душа ваша. Мы должны стяжать дары для Царства Небесного. Что мы можем взять с собой в Царство Небесное? Можем взять дорогой автомобиль, там, шикарный ремонт, или там какую-нибудь обстановку, тот же PlayStation. Мы же не возьмем. А вот те, которые с нами рядом, наши дети. Наши, они не совсем наши, их нам дал Господь, они Божии. Но наши души уже навсегда родственные. Вне зависимости от того, сколько пройдет веков. Все мы рождены для того, чтобы наследовать Царство Небесное. Но если мы, конечно, этого заслужим. И вот, конечно, от той мысли, что есть иное богатство, это тогда, когда у тебя большая семья, просто мурашки по коже бегут, потому что ты будешь всегда с нами. Мария Чугреева, Виталий Пересыпкин, Ксения Костина, телеканал «Спас». Вот действительно, истинная драгоценность – это, конечно, дети. Наследники, наследуют землю. Вот сколько наших детей наследует, сколько детей будет носить нашу фамилию. Пойдут в первый класс. Кто в первый, кто в пятый, кто в седьмой. Они могут быть там и в первом мой ребенок, и в третьем, и в пятом, и там сколько, через год. Вот представляете, какая ценность от Господа Бога. А нам не оплошать надо. Правильно, Ольга Михайловна? Правильно, да. И очень правильные слова, что с собой мы ничего не унесем. Наша жизнь конечна. Вот жизнь на земле. А это останется навеки. Это души, родные, родственные. Вот это очень хорошо понимаешь. Потому что каждый из нас задумывается о финале жизни. Все равно, какой бы ни был человек, все равно он задумывается, что ценного. И как-то все теряет цену. Когда ты подумаешь о том, что жизнь все равно кончится. У каждого. Никто не будет жить вечно. Но вечными останутся вот такие ценности. Вот они будут жить на небе. Или, я не знаю, в другой жизни. Как правильно сказать? Все рядом. Как правильно сказать? Я хотел бы разлить эту мысль нашего героя о том, где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Это слова Христа. Смысл здесь как раз именно в этом. Батюшка четко противопоставляет материальные ценности и духовные. Я бы хотел именно усилить вот этот, чтобы уяснить смысл. В чем же здесь духовная ценность? Если вот проведенная игрушка и различные блага жизни, они материальны, но они способствуют тому, чтобы человек получил удовольствие для себя. Удовольствие, радость, отчасти гордыня, потому что кичатся перед друг перед другом. Это уже в детстве было и в другой форме. Это и у взрослых. Друг перед другом хвалится. И это пагуба для души, потому что называется гордыня. Напротив, напротив, когда рождается еще один ребенок, это, по моему глубокому убеждению, это умножает любовь между супругами еще на один раз. И вот что, вот в этом пути роды, серьезное решение родить, но и дальше не менее серьезное решение воспитать, выкормить, дать правильное воспитание, дать личный пример благочестия. Все это труд, друзья мои, и этот самопожертвованный труд, это то, к чему мы призваны. Да, в поте лица добывать хлеб свой, и именно так, в муках рожать, но это то, к чему мы призваны, потому что пройдя через это, мы стяжаем вот эту главную ценность. Наша душа становится способна к любви. Девочки дорогие, что хочу сказать напоследок. Пусть сила духа у вас будет. Вот крепитесь, вот поверьте, вот только сейчас, в этот сложный момент, эмоционально нестабильный, когда вы то огурцы, то клубнику хотите. Ну, в общем, понятно, что мы очень странные эти 9 месяцев. Надо собраться с духом и никого не слушать. Слушать только внутренний голос. Это как нам говорит наш ангел-хранитель. Он вам не скажет, иди, делай аборт. Он скажет, это твой ребенок, и сражайся, дорогая, за него. Так что ничего не бойтесь, как всегда. Как я традиционно говорю, звоните к нам, пишите. Но и сами в молитве просите этого силы духа. Вы справитесь, и мы с вами все 9 месяцев и даже больше встретимся с вами через неделю. Редактор субтитров А.Семкин